здравствуйте дорогие телезрители телеканала дача с вами программа ваш сад и я елена троян вы в гостях в моем саду непрерывного цветения наверное некоторые из вас уже видели несколько передач о моем саде в которых мы говорили о замечательных мексиканских цветах георгинах мы думали что мы успеем показать вам еще буйное цветение георгин в этом году но увы погода вносит свои коррективы продолжительные ветер и дождь привели к тому что от георгин остались вот жалкие остатки и сегодня вместо того чтобы любоваться георгинами на клумбе мы полюбуемся ими в вазах а я расскажу вам как же подготовить эти замечательные растения к зимовке георгина это замечательное растение оно прекрасно всем цветом формой продолжительным цветением но у его есть один недостаток растение мексиканское тропическое и не выносит наших зим поэтому хотим этого или не хотим но приходится его на зиму выкапывать и готовить к долгой зимовке в теплом непромерзающем помещении поэтому приступим что нам понадобится нам понадобится секатор для того чтобы обрезать слишком длинные стебли георгин понадобится вилы вот такой вот любимый некоторыми нашими согражданами инструмент понадобится ведро с водой для того чтобы смывать остатки земли ну и поскольку сортов георгин бывает много а клубни все выглядят одинаково я пользуюсь вот такой вот малярной лентой и ручкой для того чтобы подписывать сорта георгин иначе вы легко запутаетесь по цветам их можно отличить легко а по корнями клубням практически невозможно итак приступаем почему важно пользоваться вилами потому что у георгин очень хрупкие клубни и их легко обломать обломанные клубни не содержат цветочных почек и бесполезны а вилы позволяют нам достаточно щадящим образом выкопать куст и так вот как выглядит процесс осторожно с разных сторон подкапываем куст вот он уже у нас шевелится попробуем еще разочек берем снизу аккуратно руками чтобы не повредить клубень попробуем еще раз земля плотная и он держится хорошо вот мы вытащили наш клубень георгин видите что-то подгнило что-то к сожалению все равно пострадала но в основном растения жила остатки земли по возможности стряхиваем руками а то что не стряхнулась окунаем ведро с водой и вот так тщательно тщательно промываем потому что если на клубни останется земля он может потом подгнивать вот мы отмыли наш клубень по сути все готово для отправки растения на но нужно выполнить еще несколько важных процедур процедура первая как я не старалась аккуратно выкопать растения тем не менее несколько клубеньков пострадали обрезаем их самым безжалостным образом все равно толку от них никакого а через открытые клубни может проникнуть инфекция вот обрезали то что пострадала при выкопке следующий этап у нас остался стебель он слишком длинный желательно обрезать на высоте 5 10 сантиметров поэтому ненужную нам часть стебля обрезаем стебель внутри полый и что собой представляет георгина клубень и ствол клубни как мощные насосы качают из земли воду и получается что если эту воду не слить и не убрать то она может способствовать тому что клубень потом гниет и соответственно погибнет до весны не долежит поэтому обязательно вот так вот перевернуть клубень стеблем вниз но насколько это возможно и оставить его в таком состоянии на несколько дней чтобы дать возможность воде стечь клубень нужно оставить на несколько дней в теплом достаточно помещении можно на воздухе можно в гараже но все зависит от того какая стоит погода ну вот он должен так полежать поскольку сортов бывает много разных и потом вы никак по клубню не определите что это было за растение я пользуюсь малярной лентой и на малярной ленте я пишу название этого сорта оно было у меня написано на стеблю но сейчас видите эта часть отрезалась я пишу это георгина монарх востока вот я написала монарх востока теперь обрываем ленту да она клеящаяся наклеиваем ее на стебель и уже зимой я не забуду и не перепутаю что это у меня был за сорт ну вот собственно говоря и все теперь после того как георгина несколько дней полежит и стечет с нее вся вода она немножечко подсохнет ее нужно будет отправить на хранение погребли в холодную или лоджию в холодильник все зависит от того сколько у вас георгин и какая у вас есть возможность их хранения к счастью у нас есть холодный сухой погреб некоторые кладут георгины в опилке некоторые пересыпают их сухим песком я например предпочитаю газету потому что газета очень гигроскопичный материал если будут какие-то избытки влаги образовываются она их впитает другой стороны газеты очень легко поменять и заменить новыми сухими газетами необходимо обязательно георгины просматривать несколько раз за зиму потому что все равно может что-то подгнивать может что-то подсыхать будут клубни портиться и для того чтобы сохранить основную коллекцию нужно пораженные участки просто удалять и выбрасывать а вообще сейчас наши современные цветочные магазины предлагают такое множество всевозможных сортов и окрасок что даже если вас постигнет несчастье георгины не сохраняться вы всегда сможете купить новые удивительные яркие сорта и высоких и низких и огромных и маленьких самых разных разных георгин так чтобы они свели и радовали вас саду долгие 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 месяцы практически до зимы и так дорогие телезрители сегодня мы поговорили с вами о том как же вы капать и хранить георгины как вы видите это процесс совсем несложный может быть он немножко трудоемки все зависит от того какого размера у вас плантация и я вам желаю от души чтобы вы копали свои георгины сохранили их до весны а на будущее лето они снова вас порадовали изумительным ярким цветением с вами была программа ваш сад и вы были в гостях у меня елены троян в саду непрерывного цветения до следующих встреч